Привет, Ютуб. Тема сегодняшнего видео, сколько времени ребенку нужно чистить зубы. Тема простенькая, но актуальная, особенно вот для моих деток, потому что халтурят немножко, спешат, чистят очень быстро. Замахнули пару раз вверх, внизу, прибежали, все, мы почистили зубы. Зубы нужно чистить для того, чтобы они были тщательно вычищены. Детям 2 минуты, взрослым 3 минуты. Это время ребенок, естественно, засечь не может, проконтролировать не может. Плюс интереса, мотивации нет, чтобы это делать. Даже взрослый, взрослый ребенок, который уже прекрасно разбирается в часах, во времени, этого не делает. Поэтому можно стимулировать их, начать приучать с детства. Например, у меня это были песочные часы. Ну, либо вместе вы чистите, когда мы чистим вместе, конечно, все хорошо, там, смотрим друг на друга и так далее. Но это, допустим, дети дошкольного возраста еще. В школьном они уже сами, они уже не хотят вместе, они уже самостоятельные более. То как? Значит, ну, для малышей это мы вместе, первый способ. Второй, это песочные часики. Они есть разные, клеятся на... Ну, вот это такие, спасибо моей сестре Юрочке, так сказать, поколение из поколения передается. Вот, брат передал своим двоюродным братьям. Вот такие вот песочные часики, они клеятся возле умывальничка. Ребеночек пришел, щеточку помочил, зубную пасту туда положил, перевернул и две минутки им нравятся. Они в восторге, смотрят на эти часики. Ну, вот у меня сейчас три года он постоянно проконтролировал, все, зыбь отсыпалась. Вот, закончил. Сейчас такие уже появились всякие ноу-хау, вот мне нравятся эти щетки, дети тоже в восторге. Это уже старшие мои щетки, четко с таймером на две минуты. Значит, то же самое, приготовили все почистили, приготовили их с чистки, нажимают, ну, и вот, вот этот вот свет будет мигать две минуты. Вот две минуты чистят. Сейчас даже старший говорит, мама, что так долго? Тут явно не две минуты. Почему так долго? Уже так, я говорю, ну, потому что вы привыкли чистить быстро. То есть такой самоконтроль, вот насколько они уже быстро чистят, что вот сейчас это ровно две минутки, я проверяла по секундомеру, и им долго. Ну, это же не просто стоять вверху-внизу. Врач объяснял, мы проходили как бы урок, как чистить зубки. Естественно, нужно круговыми движениями, ну, так, не буду показывать, вокруг зубика, ну, вот представим, это зуб. Вот так круговыми движениями, по часовой стрелке, каждый зуб чистится, начиная с верхней челюсти, допустим. Вы идете от центра туда, потом точно так же сюда. Потом во внутренней части вы точно так же круговыми движениями верхняя челюсть, нижняя. Верхние зубки передние вы чистите вот так вот. Подпишите, кто так чистит, комментарии. Нижние, это я просто рассказываю, как правильно, а уже просто, понимаете, все должно быть доведено до автоматизма. Сейчас, секундочку, Ванюш, до автоматизма. Мы же вот так вот почистили, туда вот, вот. А надо круговыми, если мы приучимся это делать, оно потом будет очень быстро сюда, в эту сторону, в эту сторону, вот там, вот там, вот, точно так же здесь, вот здесь. А потом сверху, то есть сверху на, по зубам мы вводим в самом конце. Если вы будете так чистить, у вас 2 минуты просто пролетят, вот. Ну, конечно, так не делаем, нужно стараться, потому что очистки зубов зависит очень многое. Не только остатки пищи на эмали, это может быть даже не пища, а, например, сладкое поели, сладкое разрушает эмаль, она остается. Это между зубов-то в десенки попадает, а потом начинаются уже заболевания десен. Ну, в общем, лечиться гораздо, это дорогостоящая и такая длительная процедура. И мы не все ходим к стоматологам, ходим только либо вырвать, либо когда уже болит, поэтому лучше... Что-что? Только у меня тоже. Да, мне тоже, да. Вот, поэтому чистите зубки. Да, это у нас такая вкусняшка. Детки любят педиашур от года до 10 лет. Пьют все, очень удобно давать в школу детям. Ой, мама не может открыть, сейчас моя рыбка. Это не заменитель полноценного питания как дополнение, но достаточно сытное. То есть, это уже так плавно еще, ну, раз дети брали, полностью сбалансированное всеми витаминчиками. Мы не все на протяжении дня и кормления наше, и питание соответствует. И мы получаем полный курс витаминов, белков, углеводов и так далее. Это сбалансированное, в принципе, если есть возможность, советую покупать как дополнение, в качестве дополнительного питания. Дети очень любят, и, ну, им это хоть как-то возмещает, там, например, зимой не хватает определенных, там, витаминов, овощей, там, фруктов каких-то. Либо ребенок что-то не ест, у меня обычно один то ест, другой то. В общем, покупайте педиашор, называется Малаешка. Это реклама такая была, непроизвольная. Чистите зубки, приучайте деток чистить хорошо. Это не только белоснежная улыбка, свежесть изо рта, это здоровье. Потому что зубы, это наше все, поверьте, в 30 лет мы уже начинаем об этом сожалеть, почему мы правильно не чистили зубки. Всего хорошего, до свидания.